Здравствуйте! Что ж, второй день подряд мы наблюдаем на рынке определенный рост как единой европейской валюты, так и фунта, да и в общем-то рубля в том числе. Особенно рубль вчера принимал серьезный плохой рост, а единая европейская валюта наоборот ускорилась как раз сегодня. Вчера ее рост носил во многом символический характер. И как бы мне хотелось на самом деле сказать, что это связано с какой-то макроэкономической статистикой, деловой активностью и так далее и тому подобное. Но нет. К сожалению, по-прежнему главной действующей, движущей силой на рынке выступают события на Украине, непрекращающиеся боевые действия, и, соответственно, последовавшие за этим санкционное противостояние между Российской Федерацией и коллективным Западом. И по большому счету, вот наблюдаемый на данный момент рост европейских валют связан исключительно с этим. Первая причина – это санкции. В первую очередь, конечно, те санкции, которые вчера одобрили, одобрил Европейский Союз. Конечно, каких-то подробностей на данный момент нет, лишь общие принципы были озвучены, но, в общем-то, как и ожидалось, новый пакет санкций носит во многом символический характер. То есть, затрагивает только отдельных юридических или физических лиц, по большей части, конечно, физических лиц. То есть, принципиальных санкций, которые могут нанести действенный, точнее усилить ущерб для российской экономики, их нет. Следовательно, Российская Федерация не будет вводить ответные меры, что, конечно, ударит по европейской экономике. Могло бы ударить. Так что, в общем-то, все обойдутся легким испугом после нового пакета санкций. И каких-то экономических потрясений не последует. Это, конечно же, воодушевляет, это радует участников рынка, что и способствует росту, в общем-то, да не то, что росту, да, а снижению, в первую очередь, доллара по отношению ко многим другим валютам. Но это не основная причина. Основная причина, все-таки, это на данный момент переговорный процесс между Москвой и Киевом. И тут, как раз вчера вечером, официальные представители украинской власти сделали ряд достаточно интересных и обнадеживающих заявлений о том, что вполне возможно уже в течение недели будет достигнуто мирное соглашение. Дай бог. Дай бог, как говорится. Главное, чтобы прекратили погибнуть люди, перестали гибнуть люди. А все остальное, это уже, все остальное наживное. И как только это стало озвучиваться, темпы роста единой европейской валюты во многом ускорились. Потому что перспектива прекращения боевых действий на территории Европы, конечно же, резко снижает риски, в том числе, общеэкономические риски. И дает определенную надежду на лучшее. И тут возникает вопрос, а почему тогда фунт растет гораздо менее активно, нежели единой европейской валюты. Потому что это в первую очередь затрагивает непосредственно Европейский Союз. Поток беженцев идет именно на континентальную часть Европы. Британию он затрагивает в меньшей степени. То есть британская экономика не почувствует на себе этих последствий. Во-вторых, Британия по-прежнему сохраняет достаточно воинственную риторику. Ведет себя, по крайней мере на словах, довольно агрессивно. Грозит ввести новые санкции. И пока сохраняется риск того, что британцы что-то такое придумают. И попытаются ввести действительно жесткие какие-то санкции. Что ввлечет за собой ответные действия страны Российской Федерации. И экономический ущерб для Британии окажется очень-очень серьезным. Но верится в это с трудом. Потому что изначально Соединенные Штаты, теперь Европейский Союз. Вели во многом чисто косметические санкции. И судя по всему, Лондон последует их примеру. Соответственно, Москва сделает ровно то же самое. То есть какого-то усиления экономического противостояния пока не наблюдается. Тут и так нанесен уже ущерб очень-очень серьезный всем участникам этого мероприятия. И есть надежда на то, что в скором времени будут появляться признаки нормализации, стабилизации ситуации. По крайней мере с точки зрения рынков такие перспективы имеются. Что, конечно, и способствует всеобщему росту и, соответственно, снижению доллара. Теперь давайте посмотрим отдельно по рублю. Который, в общем-то, основной рост продемонстрировал как раз вчера. Сегодня это более ограниченные темпы роста. С чем это связано? Ну, причины первоначальные ровно такие же, как по евро, по фунту. Но тут на поверхность выползла новая тема. Так сказать, никогда такого не было. И вот опять, это речь о дефолте Российской Федерации. Ну, вообще, в принципе, начавшиеся последние пару дней подобные разговоры, в первую очередь, конечно, в американской прессе, не являются чем-то новым. По большому счету, из года в год, как минимум в Российской Федерации, в различных средствах массовой информации данная тема поднимается. Обсуждается примерно одно и то же, а вуз и ныне так, как говорится. Ну, периодически эта же тема поднимается и где-нибудь там в американской, европейской прессе. А вот, смотрите, есть вот опасность. Ну, давайте разберем эту ситуацию. Есть ли этот риск на самом деле и каков он? Для начала надо понять, почему ранее, в принципе, любые разговоры о возможном дефолте Российской Федерации воспринимались как из-за разряда немыслимого. По той простой причине, что резервы, золотовалютные резервы Банка России существенно превосходили размер госдолга совокупный. И, следовательно, в случае чего Банк России мог просто элементарно закрыть все эти долги и все тихо, спокойно, как говорится. Но сейчас ситуация еще поменялась, потому что Европейский Союз и Соединенные Штаты наложили арест на большую часть золотовалютных резервов. Размерили чуть более 400 миллиардов долларов. Это сумма колоссальная. И на основе этого все тут же говорят, а вот может быть дефолт. Ну, давайте по порядку. Первое. Золотовалютные резервы Банка России никогда, никогда доселе не использовались для погашения даже части долгов и обслуживания государственного долга. Они увеличивались. То есть резервы росли по большей части. Были периоды, особенно в 2015 году, в 2014 году, когда вливали часть денег в экономику через Банк России именно из резервов. Но эти деньги не шли на обслуживание государственного долга. То есть Минфин обслуживал этот долг самостоятельно, без поддержки и вмешательства Банка России. То есть в этой конструкции, что там есть эти резервы, что их нет, этих резервов, ну, вроде бы как не должно повлиять. Да, мы понимаем, сейчас должно произойти очень сильное ухудшение экономической ситуации. Поступления в бюджет будут меньше, и у Минфина, конечно же, будет все меньше и меньше возможностей для обслуживания подобного долга. Однако здесь очень любопытный момент. Первой причиной может выступить то, что, самого дефолта, как говорится, то, что заморожены и арестованы резервы Банка России, и нет возможности по проведению валютных операций. То есть вы как бы у нас забрали, а теперь говорите, вы банкрот. Хм, очень красивая ситуация. В подобной ситуации Российская Федерация может спокойно, ровно точно так же, ввести запрет на выплату по данным бумагам, сказать, мы их заморозили, вот пока те не разморозят, и все, до свидания. Тут элементарно. И говорить, что это дефолт, нет, ребята, это вот грабеж. Но до этого, я практически уверен, не дойдет. Дело в том, что, когда говорят о дефолте, говорят, в первую очередь, о так называемом внешнем дефолте, по внешним обязательствам. И вот тут весь фокус. Дело в том, что весь государственный долг номинирован в рублях. Там долгов в валюте всего лишь на несколько миллиардов долларов, евро. А ведь у Банка России еще не затронуты почти 200 миллиардов резервов. Они полностью перекрывают не то, что весь внешний долг, их на самом деле практически достаточно для того, чтобы закрыть весь долг. Даже если такая потребность возникнет. Остальной долг, он в рублях. Почему мы тогда не обсуждаем вероятность дефолта Японии, у которых госдол в 200% и ВВП, а он весь в иенах? Давайте его обсудим в таком случае. Там тоже экономическая ситуация сейчас будет ухудшаться. А, кстати, экономическая ситуация 100% уже начинает ухудшаться в странах Западной Европы. Почему мы не говорим о возможности дефолта Германии, например, ровно по тем же самым причинам? То есть это опять разговор, нагнетание ситуации, обстановки. И это уже сказалось на рубле, который, в общем-то, приостановил свой рост. И, соответственно, подобные досужие разговоры повышают, по крайней мере, с точки зрения инвесторов, риски по рублю. Что ограничивает на данный момент его какой-то потенциал роста, хотя лишь частично, потому что основной ограничитель – это, конечно же, события на Украине и сохраняющаяся напряженность в отношениях с Западом. Вот главный тормоз для рубля. Разговоры же о возможном дефолте, по сути дела, лишь прибавляют вероятность, увеличивают вероятность возобновления, ослабления рубля. Ну и движение, например, доллара в сторону 120, может быть, чуть выше на каком-то коротком промежутке времени. Не более того. Соответственно, какой мы можем сделать вывод? Если ситуация будет дальше развиваться по тому сценарию, по которому она шла последние сутки, мы можем с высокой долей вероятности наблюдать в дальнейшем постепенное укрепление евро, фунта и рубля. По крайней мере, до завтрашнего вечера, когда состоится заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Само заседание, конечно, уже не так интересно, а там интересны и на комментарии. Подробнее о данном заседании мы будем говорить уже завтра. А на данный момент мы пока видим вот эту тенденцию к росту, на росте общего оптимизма и надежды на то, что в скором времени все завершится. И мы сможем сделать вид, будто бы ничего не было. Подчеркиваю, сделать вид. Конечно же, ничто никуда не уйдет, как говорится. Теперь давайте посмотрим на вопросы. Так, поведение рынка в моменте. Ну да, здесь вы правильно подметили, это уже на таких маленьких 5-минутный график, 15-минутный график. Да, как раз ровно то же самое. Какие-то заявления относительно происходящего на Украине сейчас могут локально двигать рынок. И они даже не то, что локально, они в принципе определяют это направление. Так что здесь все четко. Ну, по поводу санкций и их обхода, тут уже чуть ли не в открытую заявляется, как бы нам обойти. Многие компании делают вид, что уходят с российского рынка. Мне очень понравилось, как повела себя одна пивоваренная компания, заявив о том, что она прекращает продажи. Ее основной, скажем так, флагманский бренд уходит с российского рынка. А все остальное мы тут так же продолжаем производить. То есть, ну, это, конечно же, будут все пытаться обойти, потому что здесь вопрос колоссальных потерь. Ну, вот тут вы как раз, не знаю, просто повторили, да, санкции на закупку урана с Россией не потому, что им уран так нужен, а потому, как без урана атомные станции долго работать не могут. Ну, то есть он им нужен. И тут вопрос даже не экологическая катастрофа, дело в том, что Соединенные Штаты занимают первое место в мире по количеству атомных электростанций. У них огромное количество электроэнергии вырабатывается именно на АЭС. И если вдруг прекратятся поставки урана, ну, там в отдельных регионах просто наступит даже не экологическая катастрофа, а банально технологическая. Да, то есть, свет гореть не будет, все встанет, да. Экологическая она потом будет. Так, по некоторой информации, при открытии производства на территории Китая данный предприниматель, фирмы должны открыть вроде как 50% патентов властям и дать какой-то процент управляющего должностей китайским гражданам. Если это действительно так, то почему РФ не практикует данный метод? Вот как прямо сейчас, особенно с патентами, не возьму сказать. Могу сказать, как это происходило, как это все это начиналось во времена Дэн Сяопина. Принцип был очень прост. Открылись для иностранных инвестиций только ряд регионов, то есть даже не целые провинции, да, прибрежные, а некоторые специальные зоны в этих провинциях. Вы могли, как иностранные инвесторы, построить там предприятия. Китайские власти обеспечивали вас рабочей силой в нужном количестве, иногда нужного качества, как говорится, потому что тоже все-таки просто людей с улицы набрать на какой-то завод производства автомобилей довольно сложно. То есть, можно набрать, да, только вопрос, что они там соберут. И в этих предприятиях могли участвовать сами китайцы. Соответственно, иностранные инвесторы могли гораздо быстрее переносить, открывать какие-то предприятия совместно с китайскими предпринимателями, скажем так, тут на местах. Это ускоряло процент. Входили на паритетных основаниях, 50 на 50, условно говоря. Но тут есть очень важный момент, что эти предприятия не могли работать на внутренний рынок. То есть, все эти предприятия выпускали некую продукцию, которая шла исключительно на экспорт. То есть, на внутренний рынок она не направлялась, не могла уйти. Были очень жесткие ограничения на это действие, для того, чтобы не, скажем так, не убить собственный китайский бизнес, и, собственно, китайское производство. Постепенно эти ограничения немножечко снимались шаг за шагом. И, естественно, что в первую очередь какие-то послабления делались для тех предприятий, в которых сам китайский бизнес имел долю. Патенты здесь не нужно передавать уже никакие, потому что вы находитесь в доле, у вас есть часть специалистов, даже банально рабочая сила, местная. Это люди получают опыт, навыки, компетенции, то, что мы называем. Учатся тому, как все это работает. Какие-то управленцы тоже заходят, тоже учатся тому, как всем этим управлять и так далее. Они получают хороший базис, на котором уже можно выстраивать что-то более, ну, скажем так, выстраивать самостоятельное. некое производство, некий бизнес и так далее. Плюс они же получали определенную прибыль, входя в эти изначально совместные предприятия с американцами, чуть позже с европейцами и японцами. И именно за счет того, что вы участвуете в этих бизнесах совместно с китайцами, у вас появляется тоже войти на внутренний китайский рынок. Это гигантский рынок. Я так полагаю, что уже на данный момент это крупнейший потребительский рынок в мире отдельно. Если не считать Европейского Союза, вообще Западной Европы в целом. Там рынок, это самый крупный потребительский рынок на планете. Ну, общеевропейский. Но, как отдельной стороны, долгое время был, конечно же, крупнейшим рынком исключительно американский рынок. На данный момент китайский, возможно, уже его больше. Но за счет таких поступательных действий на этом рынке присутствуют в основном только китайские компании, которые на этом и зарабатывают. Иностранные компании смогли войти туда лишь опосредованно. Чуть-чуть где-то сбоку зайти. Ну, и здесь самое главное. А почему Российская Федерация не практикует данный метод? Ну, давайте просто подумаем. Наверное, 90-е. В 90-е годы было не до этого. В 90-е годы нельзя было выстраивать подобную схему. Там, ну, просто занимались несколько другими вопросами, в том числе выживанием банальным. И у государства не было той силы, чтобы продвинуть такие инициативы. В принципе, не было. Соответственно, это ограничивало возможности. И западный бизнес, американский, европейский бизнес, он просто-напросто легко вошел на российский рынок. Убил своим заходом огромную часть промышленности, каких-то производств, торговли и так далее, заменив ее на свои стандарты, на себя и на свои товары. Когда же государство более-менее... Ситуация в стране нормализовалась, государство более-менее встало на ноги, было уже поздно. Этот бизнес уже здесь. И он уже здесь находится. То есть его полностью выкинуть, тем более в какие-нибудь нулевые годы, было, в принципе, невозможно. Ввести подобные меры, то есть, а мол, у вас тут должны быть только 50% наших сотрудников, 50% управленцев, доля отечественных предпринимателей должна быть. Да нет. Уже было сложно это сделать. Никто бы на это не пошел. А тем более западный бизнес. К тому же он еще в нулевые тоже чувствовал себя гораздо увереннее и сильнее на российском рынке. И мог диктовать во многом свои условия. Поэтому провести подобные мероприятия было невозможно. Постепенно, конечно же, дальше происходили шаг за шагом тоже движение примерно в ту же сторону. Но стартовые условия чуть-чуть другие для подобного мероприятия. Не такие выгодные, как у Китая. Будем называть вещи своими именами. Ну и плюс бизнес здесь уже окопался. То есть это достаточно долго и сложно. Ну, в принципе, мы эту тенденцию наблюдаем по сей день. Относительно патентов же, ну, тут нет. По-моему, до Китая это не нужно. Китай сам занимается замечательно своим промышленным шпионажем. И даже те же самые, например, немецкие автопроизводители долгое время жаловались на все это мероприятие, что они имеют, например, предприятие в Китае. И четко фиксируют, что те же самые китайские сотрудники, китайские менеджеры, они банально воруют часть технологий и передают их каким-то китайским компаниям. Но сделать они с этим ничего не могут. Потому что китайские власти на это закрывают глаза. А для самих этих компаний это невероятно выгодное производство. Оно приносит колоссальную прибыль. Ну и, соответственно, просто-напросто пытаются с этим бороться тем, что ограничивают доступ части китайского бизнеса на мировые рынки. Ну, в первую очередь, на свои рынки. Мол, вы у нас патенты украли, это там шпионаж, технические плагиаты и тому подобное. Соответственно, с такой продукцией вы на рынок наш выйти не можете. То есть здесь пытаются бороться с такими методами. Вот так вот выглядит эта ситуация. Ну и, конечно, почему меньше воинственная? Потому что вторая армия мира получает люлей. Знаете, я скажу так, я не знаю, какая армия. Третья, четвертая, нулевая в мире. Мы говорим об армиях, которые, скажем так, даже не об армиях, о странах, которые обладают таким количеством ядерного оружия, что сопоставлять их по качеству самолетов, количеству подводных лодок, ну, переносится в категорию риторического вопроса. То есть смысла нет. Ну, в принципе, не имеет никакого смысла. Я уверен, что смягчение риторики, которое мы сейчас наблюдаем со стороны Запада, со стороны Российской Федерации, связано исключительно с тем, как быстро все происходящее отразилось на рядовых гражданах. То есть, никто не ожидал, что это случится вот так вот, оп, сразу же. Все прекрасно понимали, что экономические последствия будут очень и очень серьезными, что это на себе почувствует каждый. Но то, что это случится столь молниеносно, вот такого никто не ждал. Это все, именно это всех напугало, потому что все увидели, насколько, скажем так, экономики взаимосвязаны, взаимозависимы друг от друга, что дальнейшее движение в этом направлении грозит такими последствиями, что ой-ой-ой, не просто так же Боррель еще на прошлой неделе заявлял о том, что мы исчерпали все возможности по санкциям. Не на пустом месте эти заявления делались. Уже сейчас фиксируется в ряде европейских стран, в том числе даже в Германии, дефицит определенных товаров в магазинах. Вдруг оказалось, что ряд вроде бы простейших вещей, они так или иначе связаны с поставками из России. И с Украиной в том числе. Например, мука, та же самая. И это является колоссальнейшей проблемой. При этом, я вас уверяю, дальше будет только хуже, потому что поставки продовольствия из России и Украины в этом году как минимум. Ну, в одном случае вообще просто их не будет сто процентов. Во втором случае они под таким вопросом стоят, что тут задаешься интересными вопросами. А весь фокус в том, что чем тогда кормить, например, Африку, в которой продовольственная безопасность во многом завязана на экспорте зерна из России и Украины. То есть, перспективы реального голода в немалой части земного шара. именно вот такие перспективы сейчас и вынуждают всех дать немножко заднюю, хотя бы заморозить ситуацию в нынешнем ее виде и пытаться найти какие-то варианты решения. Потому что последствия, еще раз говорю, будут катастрофическими. Что ж, на этом у меня на данный момент все. Еще делаю анонс. Сегодня мы будем делать отдельный материал по тому, что такое carry trade и с чем это кушают. Потому что как раз завтра состоится состояние ФРС, а это имеет непосредственно прямое отношение к этому. Так что, скажем так, я еще с вами не прощаюсь. Если же у вас есть какие-то вопросы, замечания, дополнения, обязательно пишите, не стесняйтесь. На данный момент у меня все. Я же, в свою очередь, желаю вам удачи, мира самое главное. И до скорых встреч!